Ленинградская область газифицирована на 60%. Об этом в сентябре заявил во время визита в регион глава Газпрома Алексей Миллер. Итоги этого года, по его словам, подводить рано, но вот в прошлом, как заявлено, построено 333 километра газопровода, подключено 8 850 потребителей. На это истратили 2 миллиарда рублей. Для жителей области предусмотрены субсидии на установку газового оборудования. Льготники платят за подключение 10 тысяч рублей, остальные 30. Казалось бы, все условия созданы, но спрос на дрова и уголь почему-то не падает, даже в газифицированных районах. Ну и снова вспоминается Михалковская, грузовик привез дрова. Это два. Почему газа нет, даже если до трубы рукой подать? Александр Пес. 10 лет владеем участком и домом, и 10 лет мы мучаемся без газа. Дом надо топить, его нужно топить постоянно, иначе он разрушится. Конец мучениям должен был наступить еще в 2009 году, когда в деревне Лескалова построили газовую котельную. Труба с голубым топливом проходит всего в 15 метрах от жилых домов, но для местных жителей остается недосягаемой. По 131 закону о местном самоуправлении, организация газоснажения обязана заниматься местной администрацией. Мы, как законопослушные граждане, к ней обратились, подали документы, да, никаких телодвижений не было. Часть населения одноэтажного квартала может рассчитывать на льготы, которые предоставляет правительство области. Другая часть готова заплатить, сколько потребуется. Вот только платить некому, да и не за что. Самой газораспределительной системы в деревне пока нет. Эта котельна предназначена для отопления и горячей воды. Но то, что она на газ перешла, то, соответственно, для населения это становится выгодным. Глава администрации Лескаловского сельского поселения показывает новую котельную в соседнем поселке Осельки. Говорит, что скоро на его территории не останется ни одного дома, который отапливается с помощью электричества или дров. О проблемах в Лескалово глава не знает или делает вид, что не знает. Те, кто вам говорил, вот, что я говорил, если вы их увидите, скажите, пусть подадают ко мне, и мы разберемся, правда это или не правда. Пока по деревне Лескалово не будет разработана схема газификации, народ в этой ситуации, значит, технические условия, мы не можем выдать технические условия по действующим постановлениям ввиду отсутствия схемы газоснабжения. Это, собственно, надо идти к муниципальным властям. И те, к муниципальным властям, но по информации, которые мы на сегодняшний день имеем, конкурсную процедуру на разработку схемы газоснабжения мы, во всяком случае, не увидели. Зато в «Газпроме» видели заявление от жителей Лескалово. Компании уверяют, что готовы построить и газопровод, и еще одну котельную, если понадобится. Но для этого муниципальные власти должны подготовить план газификации района. Только тогда «Газпром» возьмется за работу. Вот она, подходит вот здесь, а соединение вот где-то здесь. Где-то здесь Валерий Виноградов и будет копать. Две заветные трубы лежат на трехметровой глубине. Их нужно просто соединить. Пенсионер заключил договор на подключение газопровода с компанией «Гатчина Газ» и только потом увидел, что подписал. После завершения работы засыпать шурф с последующим восстановлением планировки места производства работы. То есть я еще и асфальт должен положить. Дорогу мы перекроем. Да, потому что после того, как с двух сторон выкопаем яму, будет уже не проехать. Там вот выкопает третий, Володя четвертый, Роман пятый. Вот они все ямы, все мы выкопаем. И что будет потом, я не знаю. И будем ждать, пока «Гатчина Газ» приедет, нас подключат. Но через неделю или через две. Или на следующий год. Работы по газификации загвоздки разделили на несколько этапов. Поэтому дороги и перекапывают уже в четвертый раз. К тому же, сами трубы лежат под землей так, что до них иногда не добраться. Построив распредсети, дальше мы решаем вопрос с каждым домовладением. А когда еще эти распредсети имеют точки подключения под дорогой, это вообще огромная проблема. Когда действительно и мы, муниципалы, будем не один раз тратить муниципальные деньги для восстановления их дорог. Нас тоже не устраивает эта ситуация. Но мы, к сожалению, в загвоздке столкнулись уже с фактической ситуацией, которая сложилась в 2011 году. На своей малолитражке бывший моряк Юрий Петрунин держит крейсерскую скорость. В загвоздке он кто-то вроде газового контролера на общественных началах. От собственников он едет к жителям муниципальных домов. Таких в очереди 18. Их до сих пор топят углем. Хотя труба с газом всего в 40 сантиметрах от забора. На соседнем частном участке газ есть. Мы так и живем. Вот 50 лет. Вот 50 лет живем. Ну ладно, не было газа. Ну не было и не было. Но сейчас-то он вот рядом. Янина Англичанова одна из тех, кого должны были подключить в первых рядах и абсолютно бесплатно, как ребенка войны. Однако ей отказывают уже три года. Отказывают прямым текстом. Выполнить газификацию отдельных домов за счет средств бюджета в настоящее время не представляется возможным. Ввиду необходимости отвлечения финансовых ресурсов от крупных инвестиционных проектов по газификации районов жилой застройки. Ввиду изложенного отказать вам в решении поставленных вопросов. Супринок. Он и сейчас. Прямо и просто написали отказать. Отказать. Документы на подключение дома Янины Англичановой должно было подготовить муниципальное предприятие ЖКХ. Его глава Александр Федоров неохотно общается с журналистами, тем более на камеру. Нашу съемочную группу он не пускал в кабинет около часа. Как вы в этом году подключаете муниципальное жилье? Есть у вас средства на подключение? Нет средств? Пока нет. А сегодняшний день? Я прошу прощения, пока еще в бюджете эти средства были. Там есть некоторые средства на ранее, работы, которые определены были. А на этот конкретный дом пока нет еще. Денег не было и в 2013 году, и в 2014. Адрес Янины Антоновны каждый год вносят в список на подключение. И каждый год газ проходит мимо ее участка. Такой ответ житель получает в случае, если нет газа в населенном пункте. Если же мы говорим о том, что газовая труба уже положена и проходит по улице, вдоль которой, соответственно, находится дом конкретного заявителя, то вот такие вот разговоры, они неприемлемы и, честно говоря, вызывают только у меня удивление. В правительстве области уверяют, что деньги на газификацию в бюджете есть и всегда будут. В следующем году совместно с «Газпромом» планируется подключить еще 180 населенных пунктов в Окситогорском, Приозерском и Лужском районах. Правда, всю Ленинградскую область газовые артерии свяжут в лучшем случае лет через 20-25. Поэтому тем, кто сейчас находится в процессе подключения, чиновники советуют запастись терпением. А тем, кто только встал в очередь, дровами и углем. Александр Пес, Виктор Туров, Сергей Скрипкин и Антон Пашукевич. Ленинградское время.